Субтитры сделал DimaTorzok 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 мы создаем так называемую таблицу соответствий, которая создает соответствие между блочным устройством и логическим устройством прямо поблочено. И благодаря этому мы можем создать таблицу соответствий, мы можем делать линейную, когда блочные блоки будут соответствовать напрямую. Мы можем сделать страйп, аналог зеркала и много всяких интересных штук еще. Дополнительных. Вот как оно выглядит на примере. У нас в юзерспейсе идет write, devmapper устройство, таблица. И дальше мы уже, в зависимости от того, какая у нас таблица и как мы настроили девайс мэпер, мы обращаемся либо к одному устройству, либо к двум. И уже читаем. Вот как это выглядит, смотрите. LM2. Смотрите, здесь сразу же показано в юзерспейсе, что у нас с блочными устройствами мы можем работать не обязательно через девайс мэпер. У нас есть какой-то аппликейшн, который не использует библиотеку libdevmapper. Например, dm-adm, md-adm он не использует. Девайс мэпер у него и девайс менеджер, он не использует. У него своя система. Хотя девайс мэпер пересекается в чем-то. Мы можем создавать аналоги RAID, RAID 0, RAID 1. Но с помощью LVM мы тоже можем, но по факту LVM он как бы работает через девайс мэпер в гидре. То есть то, что умеет девайс мэпер, умеет LVM. LVM2. Интерфейс взаимодействия, апплик, таблица и таргеты. Сейчас мы дальше посмотрим еще, какие есть у нас таргеты. Смотрите. Примеры. Примеры использования. LVM2. Crypt setup. Это вот шифрование стандартными средствами Linux. Как бы да, вот этот LUX, который. Это вот он. dm-rate. На самом деле сейчас уже не используется. dm-setup, тоже использует LiveDevMapper. EVMS. Ну, может быть кто-то слышал, это аналог LVM2. Но по факту, когда LVM2 включили уже в ядро, EVMS уже загнулся. Ну, так это то же самое, что LVM2. Ну, как бы со своими интеллитами. Ну, так, поверхностно, да. Дальше, смотрите, у нас есть специальное устройство. DevMapper Control. Вы можете даже его увидеть по этому пути. И все у нас общение происходит в библиотеке. Лип. DevMapper Control. Device Mapper. Дальше он уже идет на более нижние уровни. И передает управление уже там драйверу устройства. И устройство уже. Ну, мы вы видели на картиночке, как это происходит. Смотрите, типы проецирования. Это вот про то, что я вкратце упоминал. Самый простой тип проецирования – линейный. Линейный тип проецирования. То есть у нас блоки в наших проекциях, да, и на блочные устройства проецируются напрямую. То есть, да, таблица просто цвета этот блок на этот блок, как бы, да. Stripe. Analog Rate 0. Mirror. Analog Rate 1. Ну, это примерно, потому что… Хотя я сам не тестировал, но говорят, что все это работает сильно медленнее, чем в Raid софтовый, нормальными средствами построенный. Crypt. Специальный тип проецирования, который используется для, как раз, для криптования. Да, и обращения к зашифрованным устройствам. Тип Snapshot. Для создания снимков. Ну, вот LVM Snapshot. Вот он как раз использует этот вот тип. Я в конце покажу хороший пример с LVM Snapshot. Просто откуда я вообще придумал про девайс мэпер рассказывать. Просто на прошлой блюнук свете, не знаю, может быть, кто-то был, наверное, на позапрошлом уже. Вот, да. В общем, в прошлом году когда-то я рассказывал про Raid, LVM и в том числе про Snapshot. Я там что-то много всего рассказал, много интересного, и про Snapshot я рассказывал неправильно. Просто, ну как бы, я рассказывал правильно, но не совсем. С точки зрения обычного пользователя, да, я потом дальше начал разбираться более подробно, да, как про Linux говорят, да, что мы можем изучать его вширь, можем изучать вглубь, как нам хочется, да. Я просто начал интересоваться этой темой, вот, и начал более глубоко это изучать, вот, и вот уже познакомился с девайс мэпером. Вот, и решил вам рассказать, потому что на самом деле про девайс мэпер довольно мало информации, хоть он и используется, да, там, всеми приложениями, по факту, ну, очень большим количеством приложений, да, таких интересных. Мультипасс. Девайс мэпер мультипасс. Доступ к многосутивым, многопутевым устройствам. Довольно интересная штука, но я подробно не буду сейчас на этом останавливаться, но по факту позволяет нам делать что? Если у нас есть сервер и какое-то дисковое хранилище, и мы можем, ну, имеем к нему два подключения, да, да, что девайс мэпер мультипасс позволяет нам делать отказоистойчивость. То есть, если одно подключение у нас ломается, да, то мы работаем через другое, а для системы это незаметно. Вот. Ну, так, кратко и поверхностно, потому что про это дело можно еще рассказывать в отдельную лекцию на самом деле. Zero, да, это я уже сказал, позволяет нам создавать свои устройства DevZero или создавать устройства, в котором посередине будут нули просто. Как бы, как нам хочется. Тип Error, то же самое, создавать устройства с битными блоками. Тип Delay, устройства с задержкой, задержкой чтения записи. Так. Вот она таблица соответствий. Здесь линейная, самая простая. В самом простом случае у нас имеется что? Начало, длина, проекция и какие-то дополнительные параметры. Начало, имеется в виду начало блока, где начало нашей проекции, где она будет мапиться на физический диск. Дальше идет длина. Вот здесь вот начало, здесь ноль. Дальше длина, вот столько блоков. Дальше идет проекция, тип линейный. 8,48 наше устройство. То есть мы можем указывать как? Мы можем говорить здесь не 8,48, мы можем говорить, не знаю, DevHDA какой-нибудь. Ну, какое мы захотим устройство, мы создаем. Создаем проекцию. Дальше мы указываем смещение. Смещение относительно начала диска. Проекцию мы же можем на один физический диск создавать много-много проекций разных. Вот как здесь 4 проекции. Дальше мы идем, соответственно, вот у нас первая проекция, вторая проекция. Она начинается как бы с конца этой первой проекции. У нее начинается начало, дальше идет длина проекции. Дальше следующая проекция начинается. У нее уже начало проекции будет как сумма этих двух чисел. Ну, понятно, что мы начало проекции плюс длину предыдущей проекции, это будет уже следующая проекция. Да, я когда тестировал, натолкнулся, было не очень понятно, откуда там ноги растут. А, ну вот тип, линейный тип, это чисто для нее начало, длина, линейный тип, устройство и смещение. В принципе, все довольно понятно и логично. Вот небольшой примерчик симуляции сбойного диска. Смотрите, что у нас здесь происходит. Сначала я создаю образ, просто, да, virtual block image, 100 мегабайт. Монтирую его в лук 0. Я понимаю, сколько у него нашего устройства размер. Дальше создаю дмсетап, ну, утилита дмсетап, create, это имя устройства просто, RRDev. Начинаю писать таблицу. От 0 до 8, то есть у нас сбойный диск будет в 9 секторе находиться. То есть от 0 до 8 у нас обычное линейное устройство, DEVLOOP, смещение 0, то есть устройство будет находиться в самом начале нашего диска. Дальше мы говорим 8 и 1, то есть один сектор сбойный у нас будет, RR. Дальше 9, то есть уже получается с 9 сектора и до конца у нас линейный, DEVLOOP 0, со смещением 0. Все, мы создали. Ну, это я так помедочку сделал, да, что в конце просто, ну, там, Ctrl-D ему надо сигнал выхода сделать, чтобы закончить все это дело. И дальше тестируем, да, тестируем как, просто DD-шечкой. Мы говорим, читаем из RRDev, DEVLOOP, 8 секторов читаем, он говорит, окей, первые 8 секторов, да, читаем больше, уже 9 секторов, он говорит, все, его error. Пожалуйста, что мы и хотели. Так. Ну, в принципе, все. Какие-то вопросы? Нет вопросов? Да. Собственно, вопрос такой. Если, например, мы собрали Stripe с помощью DMA в этом случае, как будет работать DMA в этом случае? Ну, как бы, казалось бы, когда у нас обычные устройства, DMA-каналы раскидать легко при вводе-выводе. А когда DMA-каналы раскидать легко при вводе-выводе, а когда DMA-канал с Stripe на несколько, ну, как сериал сказать, засыпать, как будет каналы DMA раскидаться? Не знаю, не сталкивался, да, с этим. Именно, просто по идее, перформанс, значит, DMA-канал DMA это уровень драйвера блочного устройства по девайсмейтеру. Так хорошо, как... В девайсмейтер при Stripe, он ничего не разруливает. Он просто разруливает такие блок-устройства, писатель, например? Он разруливает, как бы, там, из-за мейтера и ложный запрос. Когда у тебя запрос рейтится на Vivo, он проходит через девайсмейтерский уровень и уже дальше передается на Vivo. Уровень конкретного... Ну, непонятно, был кайлок. Да, и все. То есть там нет ничего. Маги никакой нет. Так, еще вопросы? Сейчас тогда по-быстрому запущу машинку. Хочу просто показать еще LVM-снэпшот. На самом деле, как он выглядит на уровне девайсмаппера. Тоже довольно интересная штука. А где вы такой хороший скин для Linux взяли? В каком месте? Как создавать что-то? А? Билж-3. А, ну, союз. А синтон, черт, без перейдения, лев-кинонический? А? Синтон, черт или лев-кинонический? Нормальная, обычная. Реклама. 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 Реклама.